Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня будет очередной рассказ формата «Почему скупой платит дважды». Мысль была такая. Посмотрите, как будет у меня на голове держаться данный формат ушей, гарнитуры, потому что она имеет за уши, но достаточно большую, а для меня, как для человека, носящего очки, это могло стать проблемой. Поэтому, собственно, и было решение сначала купить самую дешёвую. И в этом моменте я, конечно, не прогадал. То есть вы, имея очки, получаете вот такой вот тип гарнитуры, которая, кстати, если я сейчас правильно всё помню, позволяет вот здесь вот крутить себя по куб своей оси. Вот этот, скажем так, набалдашник-рок в виде выносного микрофона, который, кстати, достаточно неплохо работал. И я думаю, работает и сейчас, но просто всё это вот так развалилось. Так вот, проблема заключается в том, что вот эта вот заушина, которая идёт за ухо, оно давит на те же места, где давят дужки очков. То есть вот получается это вот как-то вот так. То есть вот, ну вообще, то есть для человека, который носит очки, использование таких гарнитур доставляет некоторые, я бы сказал, существенные неудобства. То есть, в принципе, его можно носить, я сейчас вклею, скажем так, фотографии, которые я сделал дома, пока она ещё была жива, в более лучшем виде. И я так проходил, вот 12 часов нормально, она работает, работала часов. Ну, 5 она точно отработала в режиме радио и, ну, в режиме радио прослушивания музыки и разговоров. То есть человек меня нормально слышал, и ни один, ни два, ни три. Я успел в этот день созвониться с десятком людей, потому что, собственно, я и брал эту гарнитуру именно для этого. То есть вот меня сейчас снимает сверху покафон, и я как раз вот тестировал новый телефон, новую гарнитуру, и отлично они сочетались просто до того момента, как не развалились. Потенциальная проблема, которую я предвидел в том, что в китайской изделии развалится, а заушина будет неудобно, я этот опыт получил, догадка моя подтвердилась. В чём ещё плюс такого решения можно вынести из-за те деньги, которые у тебя сгорели. Вот это вот изделие китайской промышленности, которое вот разваливается, продолжает разваливаться в руках, имеет такую фишку, которую я сразу не понял, взяв её в руки. Она имеет несколько частей. Вот эта вот часть основная, заушина, она резиновая. Из такого вот пластика, который более прорезиненный. А тот пластик, который начал сыпаться, он обычный такой, самый дешёвый пластмассы, который, не знаю, резина, которая замерзает, она примерно становится такой. И получилось так, что на холоде, то есть холод, ну сколько был, на минус 5 градусов, вот эта пластмасса, которая наклеена сверху другой пластмассы по типу резины, она начала просто рассыпаться, вот буквально, в руках. Ничего не происходит. Вот этот вот набалдашник, который сейчас разваливается, он был целый буквально два дня назад. Но, прижав на окне, я просто один раз услышал такой щелчок, как я понимаю, вот эта пластмасса просто не переносит никак термообработку. То есть, она плохо перенесла транспортировку почты России, потому что всё это было стандартным Озоновском, не Озоновском, Алибабаевском, скажем так, пакетике с пупырышками. Но, как вы понимаете, при таких размерах это особо не помогло. Здесь же были вот эти вот запасные амбушюры, которые можно выкидывать всегда. Всегда. И инструкция коротенькая, с тем, как этим всем работать. Вот это вот я думал поменять, потому что мне, как только в стороне, скажем так, внутриканальные наушники подходят, неудобно мне пользоваться другими, опять же, там очки, двушки от них, кнопочки, которые здесь были, тоже начали отваливаться. Вот я думал, можно сейчас сделать, это всё будет вот так отваливаться. И я буду пользоваться, скажем так, гарнитурами другого типа. То есть, за уши она мне не нужна, она будет неудобна. Вот такой вот рог, который идёт вдоль рта, потом тоже очень достаточно неудобен. Он выглядит, конечно, идиотски. Но и трубка от него особо тоже нет, потому что здесь есть кнопка поёма удержания вызова, ещё одна кнопка отмены вызова. Все они располагались очень неудобно, хотя и нащупывались даже в перчатках. В общем, такой тип конструкции мне для общения, использования не подойдёт. Поэтому, несмотря на тысячу отзывов, какие там были, мне пришла бракованная модель, и я, как уже сказал, больше за неё ничего не получил, потому что я её не отослал обратно в Китай. Ну и что-нибудь получить обратно от китайцев, это тоже такой ещё себе квест. На этом всё. Не экономьте, не платите дважды. Когда подойдёт время, там спустя месяц, расскажу что-нибудь о JBL. Тоже скажу. Так, по-моему, первые мои беспроводные уши. Что-то, что-то в них тоже есть. Конечно, лучше, чем в этом. Спасибо.